Арман Ашимов против Асу Алмабаева или, к примеру, Азат Махсума или, к примеру, Жалгаса Жумагулова или вообще, в принципе, вот эти все четыре чувачка могут ведь подраться между собой на UFC, леди и джентльмены, то есть трое уже там, да, вот наилегчайшем весе, Азат Махсум, Асу Алмабаев и Жалгас Жумагулов. Арман Ашимов вроде по слухам на подходе, там, вроде инфа о нем появилась вот на официальной сайте официальном UFC, но вроде бы тоже вот-вот. И, естественно, задается вопрос, а что тогда они там будут между собой драться наилегчайший дивизион UFC, он не такой прям огромный этот ростер, да? В общем, вопросы такие интересные. По этой теме я взял небольшое интервью у Нурбека Харабала, основателя лиги Найза Файтинг Чемпионшип. Хоть какое-то отношение, естественно, к некоторым бойцам Нурбеки имеет, да? И впечатление может, ну, в смысле представление о том, как может развиться ситуация там в UFC между нашими парнями, он тоже имеет впечатление об этом, да? Так что сейчас будет небольшое интервью с Нурбеком Харабала, друзья. Но прежде хочу вам посоветовать наш новый телеграм-канал «Наш Боец». Вот здесь вот будет ссылка. Буквально завтра, друзья, с 15-го, получается, на 16-е апреля в 3.30 утра по времени Алматы пройдет новый, а новый, пройдет турнир UFC Fight Nights. Главный бой вечера – Макс Холлоуэй. Очень круто будет, однозначно. Со-главное событие будет выступать там драться Эдсом Барбоза. И весь этот турнир UFC Fight Nights, какие последующие турниры, иншалла мы будем транслировать у нас в телеграм-канале «Наш Боец». Поэтому вам лучше подписаться на него, чтобы бесплатно смотреть, в отличном качестве, с русскоязычными комментаторами, леди и джентльмены. У нас там, помимо этого, такое серьезное, классное общение. Обязательно заскочите, вам понравится. Ссылочку также я оставлю в описании под этим видео и в первом же закрепленном комментарии. Ассаламу алейкум, леди и джентльмены. С вами Сула, «Наш Боец» и мы начинаем. А как думаешь, вот сейчас, если смотреть на 57 килограммов вес, это вообще такой самый в Казахстане, на самом деле, ну, один из самых популярных весов в Казахстане, где много бойцов. Какой вес? Ну, вот 57, куда подписывается АСУ как раз. И сейчас 57 подписан еще и Жалгар Жмагулов, сейчас там шаги действительно от подписания, вот многие там казахские паблики пишут, что Арман Ашимов уже есть на сайте UFC, плюс есть, ну, действительно, Алиби Идрис, тоже 57, и есть еще чемпион октагона Азат Максут, который тоже в 57 килограммах дерется. И вот, как ты думаешь, как отреагирует казахская публика, когда произойдет, а он, скорее всего, произойдет первый бой в UFC с казахом? Вчера буквально в октаву этот вопрос задавали, я думаю, что может быть такое, конечно, бы не хотелось бы, но с другой стороны, я тоже вижу такое, да, типа, вот, когда поехали в UFC, два казаха, и в первом бою, там, не знаю, за что они будут бить, за право дальше существовать в этой лиге, хотя у обоих контракт по четыре боя, я думаю, нет, не будет такого просто стоять, типа, кто выиграет, тот останется выиграть. Просто дивизион самый маленький, 57 килограмм, действительно, жил. На месте UFC я бы так не делал, наоборот, раскидал бы их, там, такую историю, считай, чем в одном бою, там, да, между двумя казахами, столько реакций получить, там, под просмотрами и так далее, и так далее, лучше, там, в разные стороны пустить, с разными бойцами, и, там, каждый квартал с Казахстана такой, определенный, хороший кипей получать. Я думаю, конечно, не хотелось бы, но если это произойдет, я думаю, ну, что, мне интересно узнать, кто сильнее. Ну, здесь же они дерутся-то, что можно и там подраться, что говорите. Здесь, они, кстати говоря, и дрались уже. С кем? Они, по-моему, по любителям. Они по профессионам сашимову дрались. Кто? В смысле, разве по профи? Да. А где по профи они дрались? Кажется, по любителям. По любителям он был? По джиу-джитсу, если не ошибаюсь. А Арман им, как это творится? Ну, да-да, ладно. Короче, три раунда по пять минут. Ну, вот так вот. Вот так вот, леди и джентльмены. Я, в принципе, отношу, конечно же, в любом случае, да, это, ну, наверное, будет, жалко будет, если они возьмут, между собой наших пацанов начнут стравливать. Но, а что поделать, если так сделать? Что, будут отказываться, что ли, от поединка наши, ребята? Вот, ну, это тоже, блин, это очень сложная тема. Но, это то, что может быть. Тут уже, наверное, будет зависеть от того, насколько и как договорятся, чтобы такого не произошло. Но, если они будут идти, так же вот с беспроигрышными сериями, если будут отлично топить, то рано или поздно они встретятся между собой. То есть, нам к этому нужно быть готовыми. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, наш боец. Всем пока. Салам алейкум. Аравидарчи. Субтитры сделал DimaTorzok